И в завершении выпуска в Наринмаре семья сотрудника Росгвардии одержала победу в региональных соревнованиях «Динамо. Папа, мама, я. Спортивная семья». Праздник проводится в Ненинском округе пятый год подряд. На этот раз мероприятие посвятили Дню Матери. Все подробности в материале выпуска. Участие в соревнованиях приняли семьи членов региональной организации «Общество Динамо». Каждая команда состояла из двух родителей и ребенка. При этом младший участник мог на время почувствовать себя лидером, ведь именно ему предстояло стать капитаном команды. Ну, этот семейный спортивный праздник мы проводим уже, наверное, пятый год подряд. В этом году он посвящен Дню Матери, так как сегодня День Матери. Очень хорошо, что команды, которые сегодня участвовали, тут показали свою деятельность и папа, и мама, и сам ребенок, так как капитан команды были дети. Хочется, конечно, чтобы вот такие праздники немножко, может, у нас почаще бы проводились, потому что здесь дети сотрудников, они фактически не видят своих родителей, потому что то мама, то папа на работе. А вот именно на таких спортивных праздниках, когда и ребенок, и вместе с мамой выполняют одно и то же упражнение, это же очень сплачивает коллектив, сплачивает семью. Организаторы мероприятия подготовили для участников целый ряд непростых упражнений на скорость, ловкость и смекалку. Одними из самых зрелищных испытаний стали конкурс девизов и упражнения «Хозяюшка». Мамы соревновались в челночном беге с препятствиями в виде развешивания на веревку и собирания в корзину стиранной одежды. Жюри оценивало не только личные достижения каждого из спортсменов, но и их умение обработать в команде, используя сильные стороны каждого из членов семьи. Принесет и не важно, молодца твоя команда! Лучше всех заданиями справились и удостоились Кубка соревнований супруги Андрея и Татьяна Колотиловой с шестилетним сыном Ярославом. Мальчик мечтает пойти по стопам родителей и стать защитником Родины. Серебряную медаль вручили семье военнослужащего Росгвардии Андрея Тягай, а бронзовую – семье сотрудника окружного УМВД Сергея Захарова. Помимо этого, каждый из участников получил грамоту, книгу «Олимпийское золото МВД», «Сладкий подарок» и массу положительных эмоций.